Европарламент одобрил пакет поддержки для Украины на сумму 18 миллиардов евро на следующий год. Также ЕС работает над девятым пакетом санкций против России. С вами Нехта. Все самое важное и интересное к этому часу. Подача электроэнергии во все области Украины возобновлена, сообщили власти страны. Тем временем, как разведка не сомневается, рашисты через неделю ударят снова. Девять пыточных и почти полтысячи тел замученных обнаружили на Херсонщине большинство мирные граждане. И эта нацполиция только начала расследование зверств оккупантов. Было такое, что в один день там могли человек 15 привезти. Бывало такое, что никого не привозили, никого не выпускали. Госдума запретила пропаганду ЛГБТ. Страшно веселый Володин посвятил голосование Блинкину. А господину госсекретарю Блинкину это лучший ответ. Дорогие подписчики, не забудьте поставить лайк этому видео или же напишите комментарий, если вы цените нашу работу и любите наш контент. Нам важна ваша поддержка и реакция. А теперь вперед к новостям. Агентство Reuters опубликовало ночную съемку Европы со спутника НАСА 23 ноября. Темное пятно в центре Украина после очередного удара рашистов. В стране понемногу возобновляется мобильная связь и интернет. А подача электроэнергии накануне вечером восстановлена во всех областях Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Чтобы помочь украинцам пережить тяжелые последствия российских ударов, в стране развернули 4000 так называемых пунктов несокрушимости. Там можно погреться, зарядить гаджеты и получить или приготовить горячую еду. Усі разом, можно сказать, працювали над тем, чтобы оживить областей. Заживление областей произошло. Фактически электроэнергия подана до всех областей Украины. Это самое главное. Первое, что было оживлено, конечно, это объекты критической инфраструктуры, водоканали и другие объекты критической инфраструктуры. Это было сделано. Сейчас идет уже следующий этап. Мы оживляем, конечно, побудовых службщиков, людей. Но сейчас из того, что мы можем делать с наявных потужностей в энергосистеме, это по несколько часов давать электрику побудовым службщикам. Крымли же безмерно довольны тем, как они лупят по Украине. Но, конечно же, берегут каждую жизнь. И ударов по соцобъектам не допускают, заявил Песков. А во всем виноват Зеленский. Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания местного населения. Украинская разведка тем временем не сомневается, что Россия продолжит массированные ракетные обстрелы Украины, подобные тому, который произошел в минувшую среду или 15 ноября. На подготовку к следующему удару Москвы, как и в прошлый раз, уйдет около недели. Семнадцать раз за минувшие сутки расисты обстреляли Херсон. Попали и по жилому сектору. Количество жертв и пострадавших уточняется. Тем временем на территории освобожденной области нацполиция нашла 9 пыточных помещений. Также обнаружены тела 432 гражданских, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Всего на освобожденных территориях Украины были обнаружены 700 тел, более 90% убитых мирные жители Украины. Работа по выявлению жертв на Херсонщине только начинается. Было такое, что в один день там могли человек 15 привезти. Бывало такое, что никого не привозили, никого не выпускали. Бачила людей, которые выходили, которые были неадекватные, которые не знали, как их звать, куда идти. Человек 40-50 лет, в неадекватном состоянии, замученный, эмоционально, понятно, не может понять, где он находится, потому что он месяц сидел здесь. Он не знает, как его звать. Кто-то вышел, кто-то не вышел. Но как катывали, то сказали, пригадывали, что катывали страшным и током, и насилием, и моральным. Продолжение истории задержанного президента завода «Моторсич» Богуслаева. Он оказался любителем не только русского мира, но и антикварных машин, скифского золота и оружия. И даже сидя в СИЗО, Богуслаев попытался вывести все это добро за границу. Но СБУ сработало на опережение, выявило схроны со спрятанным добром. Сейчас на все активы задержанного наложен арест. Речь идет об имуществе на сотни миллионов гривен. Богуслаев возглавлял «Моторсич» почти 30 лет и входит в топ-25 самых богатых людей Украины. По данным украинского проекта «Схема», с 2000 года Богуслаев имеет российское гражданство. Его задержали 22 октября по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России. Европарламент принял резолюцию, в которой подчеркнул ответственность Лукашенко за соучастие в агрессивной войне. Подчеркнул, диктатор предстанет перед трибуналом, как и его прихлебатели. Картофельный фюрер тем временем подбрасывает новых фактов для ГААГи. Снова грозил Европе и Украине страшными страстями в последнем заявлении для российских пропагандистов. «Если вдруг нас кто-то нападет, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо я сказать? Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша совместная группа вооруженных сил». Падение в Средневековье продолжается. Госдума приняла закон, который полностью запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей всех возрастов. А не только среди несовершеннолетних, как это было в России до сих пор. Спикер Госдумы по фамилию и призванию Володин был от чего-то особенно весел. Голосование зачем-то посвятили госсекретарю США Блинкину. Он, наверное, был в шоке. Но мучиться будут граждане великой. «А господину госсекретарю Блинкину это лучший ответ. Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили. Посмотрим, чем это все закончится. Но однозначно печально, потому что это Содом, по-другому не скажешь. И Соединенные Штаты Америки стали центром этого Содома в мире». Больше всего новый документ критиковали в российской книжной индустрии, которая сильно пострадает от новых ограничений, пишет Би-Би-Си. Согласно закону, в России будут запрещены к продаже любые информационные продукты, содержащие в себе пропаганду ЛГБТ-тем. Однако четкого определения гей-пропаганде депутаты так и не дали. Тем временем, как штрафы могут достигнуть 5 миллионов рублей. Путин заявил, что в предстоящие 10 лет надо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Тем временем, как завод «Москвич», это который теперь у них вместо ушедшего Рено, начал серийное производство нового кроссовера. Продажи начнутся уже в январе. Водро рапортует пропаганда. В сети заметили, дизайн авто полностью связан с китайского Jack JS4. Найдите, как говорится, 10 отличий. Куда уж тут искусственному интеллекту. В той ситуации, в которой оказался автопром в России, как все уже говорят, это не то что исторический момент, это возвращение вообще автомобиля в Россию. В Томске в поддержку войны прямо в лесу устроили автопробег. Девушка в одном платье идет босиком по снегу с флагом под песню «Я русский». А в Краснодаре придумали другую акцию. Отправят европейцам обогреватели, если те на камеру извинятся перед Россией. Светлая идея пришла к зетпатриотам кубанского производителя обогревателей. Тем временем, как другие патриоты организовали акцию «Дрова победы», ввозят обогрев ветеранам Второй мировой, ну и теперь так называемой СВО. Может подсказать краснодарцам, пусть сначала обогреют своих в Великой газонефтяной стране. Вот сегодня накололи машину «Дров», завтра она будет уже отправлена в Белгород. Надеюсь, все попадет куда надо, в нужные руки, в нужное место. А в одной из школ Кабардино-Балкарии решили разбавить серые школьные будни имитацией захвата заложников. В класс ворвались переодетые в камуфляж старшеклассники и перепугали учеников. В руководстве школы ничего крамольного в этом не видят, а в Минпросвещение назвали это учениями в рамках контртеррористических акций. Куда уж дальше, но россиянам явно не хватает кринжа на Новый год. В скрепной стране покажут самоиронию судьбы с Киркоровым, Бузовой и Галустяном. Такой ремейк советской иронии судьбы выпустят на ТНТ. Галустян в роли Жени, Бузова в роли Гали, Акеркоров и Полит. Какое счастье, что не увижу этого бреда по телевизору, тем более у меня и телевизора-то нет. А вы будете смотреть, как вам праздничная красота от российского телеканала? Напишите в комментариях. У меня на эту минуту все. Напоминаю, самое актуальное и интересное в телеграм-каналах некто. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч, хороших вам новостей, слова Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин